В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. В Украине начали производство уникальных протезов. Украинцы сами не верят, что можно в Украине делать классные вещи. Историки краеведа нашли в заброшенных одесских домах фрагменты старинных печей. Изразцовые печи и камины в старинных постройках были неприемлемым атрибутом отопительной системы. Памятник архитектуры «Дом Переца» разрушается просто на глазах. Облощенные старинные фрески, разрисованные стены и хаотично висящие провода. Легендарная парадная превратилась в пристанище для наркоманов и бездомных. Под Одессой сегодня хранили Дмитрия Погорелова, известного как Авидеопольский головорез. 28 января он покончил с собой в камере Одесского следственного изолятора. Мужчину подозревали в поджогах и двойном убийстве. Его жертвы – женщина и ее двухлетняя дочь. У дома Дмитрия Погорелова похоронная процессия. Прощаться с подозреваемым в двойном убийстве пришло не менее 200 человек. Во главе колонны – сын Дмитрия. За гробом идут родители и вдова. Погорелова хоронили как самоубийцу, без батюшки и отпевания. Однако его суицид пока вызывает немало вопросов. В Одесском СИЗО отлично знали – Погорелый нестабилен и склонен к суициду. Тем не менее Погорелова поместили в камеру-одиночку и, по сути, предоставили все необходимое для самоубийства – лезвие и простынь, на которой Дмитрий и повесился. Напомню, перед Новым годом Погорелый убил жительницу Аведиополя Ольгу Журавлеву и ее двухлетнюю дочь Марию. По официальной версии на преступление он пошел из мести. В Аведиополе не стихают разговоры. Для нее у Дмитрия были веские причины. Свои мотивы мужчина собирался раскрыть на суде. Теперь его версия событий, похоже, так и останется тайной. Миллиардные топливные махинации на Одесском НПЗ. Глава областной прокуратуры Олег Жученко дал пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе расследования скандального дела. Прокуратуры оценивают ущерб в 1 миллиард 200 миллионов гривен. В деле фигурируют как сотрудники таможни, так и целая группа частных компаний. Кроме того, Олег Жученко напомнил и о ключевом фигуранте-беглом олигархе Сергея Курченко, которому до Майдана принадлежал этот завод. Последний из прошлого года находится в розыске. Его действия прокуратура расценивает как особо тяжкое преступление и готова посадить беглеца на 15 лет. 6 ГЭС, обмелевший Днестр, затопленные территории и ухудшение качества питьевой воды. Одесские экологи обеспокоены будущим стратегически важной для Украины и Молдовы реки. Волнуют специалистов намерение построить на Днестре еще 6 гидроэлектростанций. На Днестре собираются построить еще 6-7 мини-ГЭС. Если осуществится этот проект, то в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой области, вы все, наверное, уже знаете о том, что есть такой прекрасный национальный парк Днестровский каньон. Последний ремонт стал очень известен, там сплавы по Днестру, он стал, можно сказать, такой туристической меткой. Вот если будут осуществлены эти проекты, то будет очень повышен уровень воды, и этот Днестровский каньон, все эти прекрасные рекреационные места будут просто залиты. С другой стороны, строительство новых ГЭС в верхней части Днестра грозит уменьшением поступления воды в среднюю и нижнюю части реки. Что касается экосистемы, то проблемы начались уже после строительства в 80-х годах Днестровской гидроэлектростанции. Сегодня мы не можем ожидать реального экологического попуска с Днестровского водохранилища, которое бы обеспечил нормальное воспроизводство как фитофильных видов рыб, так и большинства водно-болотных птиц и млекопитающих. Кроме того, такая ситуация сказывается и на международных отношениях. Молдавская общественная организация «Экотирос» не первый год заявляет о необходимости прекратить деятельность ГЭС на Днестре. Новые станции станут угрозой для соседнего государства остаться и вовсе без воды. Сейчас одесские экологи готовят обращение к президенту Украины с просьбой обратить внимание на эту проблему. Дом Переца, памятник архитектуры, находится в нескольких шагах от мэрии на Пушкинской 5. Сегодня он разрушается просто на глазах у туристов. С фасада отваливаются огромные глыбы, крыша протекает, а парадную используют как общественный туалет. Но в этот дом продолжают водить экскурсии. С жильцами легендарного дома пообщалась наша Анастасия Кожушка. Облощенные старинные фрески, разрисованные стены и хаотично висящие провода. Легендарная парадная превратилась в пристанище для наркоманов и бездомных. Я даже не могу об этом говорить. Почему мы это все не ценим и почему у нас не находятся силы, это хотя бы в каком-то приличном состоянии держать. Это ж стыдный позор. Ольга родилась и выросла в этом доме. Это Пушкинская 5, знаменитый дом Переца. Рассказывать о нем без слез женщина не может. Вспоминает, что когда-то эти пятиметровые стены были разрисованы фресками с изображением Одессы 19 века. Сейчас уличными граффити и различными объявлениями. Лампочки вкручиваем, светильника два поставила за свой счет. Заштукатурила вот снизу, что могли строители, заштукатурили. Здесь уже до рукушника все было лысое. Но сделать такой ремонт, как нужно, мы не можем. Здесь нужна реставрация, потолок расписной. Это просто достояние наше. Вот лестница, даже снизу, если на нее посмотреть, видно, какого хорошего она качества, этот мрамор. Ему 140 лет, и он почти целый еще везде. Дом в плачевном состоянии не только изнутри, но и снаружи. Люди рассказывают, в последний раз фасад здания красили еще 40 лет назад. Балконы, посмотрите, фасад, козырьки, крыши. Ну все в ужасном состоянии. Стены мокрые от этого. Практически все жители этого дома живут здесь с самого рождения. Поэтому его историю знают и ценят. Говорят, что когда-то здесь жил греческий купец Перец. Он торговал зерном в подвалах. Вот это весь дом из Дерибасовской ход. Это весь его дом. Были четыре каштана у нас во дворе, посаженные самим этим купцом. И к нам в дом даже приезжали его праправнуки какие-то со Швеции. И они ходили, смотрели. Дом Переца был построен еще в 1881 году и является памятником архитектуры. Поэтому сами жильцы делать капитальные ремонты самостоятельно просто не имеют права. А мэрия заниматься этим не спешит. Анастасия Кожушка, Игорь Казанжи, Седьмой канал. В поиске печных сокровищ одесские историки, краеведы и архитекторы ищут в заброшенных доходных домах и особняках фрагменты старинных изразцовых печей и каминов. Часть экспонатов уже обнаружили во время инспекции дома Русова. Все находки станут экспонатами будущего музея печного дела. Подробности у Юлии Федоровой. Видите, как они скреплены были между собой. Пространство заполнялось глиняным раствором и щебнем кирпичным. Так выглядит изразец, найденный среди мусорной свалки в доме Русова. Это 19 век, глиняная плитка квадратной формы. Поверхность лицевой части такого изразца покрывалась глазурью, самыми разными узорами и рельефным орнаментом. Изразцовые печи и камины в старинных постройках были неприемлемым атрибутом отопительной системы. Некоторые из них использовались по своему прямому назначению. Другие же выступали декоративным элементом и маскировали отопительные трубы, распределяющие тепло от центральной топки. Но чаще всего они были предметами интерьера. А в доходных домах, имениях и особняках знатных персон являлись признаком благосостояния. Изразцы для печи – это ручная работа. Мастера делали все сами, включая замес глины, роспись и обжиг. Этими объясняется их высокая стоимость. Такую роскошь в своих домах могли себе позволить зажиточные люди. Это каналы, по которым поднимались горячие газы. И, в общем-то, они нагревали стенки. И они постепенно, постепенно отдавали тепло. Главная ценность изразца – это его способность удерживать тепло благодаря пустой полости внутри. Изразцовая шуба нагревается очень долго. И отдает тепло потом медленно, медленно, медленно. То есть каждый изразец, он как бы как аккумулятор вот этой тепловой энергии, которую он постепенно, постепенно потом вот с этой гладкой поверхности отдает пространству. Это белокафельная печь в доме Русова. Фигурная корона утрачена, но рельефная доска еще хорошо сохранилась. Почти все каминные печи в этом здании уничтожены. На их месте остались лишь груды битого кирпича и сажа. Но в некоторых местах среди мусора попадаются отдельные фрагменты уникальных печных изразцов. Вообще их нужно, наверное, поставить под какой-то контроль, под учет, сделать какую-то перепись, пройтись по старым домам. Конечно, это не античное изделие, но это культура нашего города, культура наших предков, то есть отцов. Поэтому мы должны ее сохранять. Подробнее о находках одесских историков и архитекторов в заброшенных домах и дачах, а также о том, какие из них станут частью первого в Одессе музея печного дела, смотрите в субботу в итоговом выпуске новостей в 8 часов вечера. Юлия Федорова, Андрей Кульба, Седьмой канал. Военная прокуратура начала расследование по факту стрельбы по самолету ВМС Украины в районе Одесского газового месторождения, которое захватили россияне. Об этом сегодня заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас. По его словам, уголовное дело было зарегистрировано сразу же после прилета самолета. Сейчас производится экспертиза. Далее все доказательства будут переданы в Международный суд. Напомню, вчера в Черном море в 65 километрах от Одессы был обстрелян самолет ВМС Украины Ан-26. Огонь из стрелкового оружия вели с буровых вышек, захваченных Российской Федерацией. На борту самолета находилось пять человек. Никто из экипажа не пострадал. После посадки в корпусе самолета обнаружили трехсантиметровое отверстие. Атошники в бараках. Украинские военные и их семьи много лет живут в законсервированных казармах. Без ремонта, без отопления газа и прав на квадратные метры. Многие из них прошли войну, но даже после этого ничего не изменилось. Защитники готовы мириться с этими условиями, но тарифы, по которым они живут, не оставляют средств на существование. Каждый месяц люди отдают за свет минимум две тысячи гривен. У нас нет статуса жилого помещения. Мы платим по промышленным тарифам. По промышленным тарифам мы платим это очень большие деньги. У нас нет ни газа здесь, ни отопления. То есть мы полностью существуем за счет электричества. Подробнее о том, в каких условиях живут защитники Украины и их семьи в Одесской области, расскажет наша Анна Грынев в субботу в итоговом выпуске новостей в 20.00. Ватная азбука от российского художника. В библиотеке имени Грушевского презентовали книгу Игоря Поначевного «Ватная азбука» Алеши Ступина. Ее автор жил в России, но сегодня своим домом называют Америку. Азбуку Игорь придумал сразу после аннексии Крыма. Более подробно об этом расскажет Мария Мэль Хасанали. Это такие вот немножко очень примитивные, лубочные такие вот картинки. Как бы фиксация реальности глазами семилетнего мальчика. То, как он воспринимает мир вокруг него. В руках у Виталия Гринчука новая книга петербуржца Игоря Поначевного. Называется «Ватная азбука» Алеши Ступина. Семилетний мальчик Леша – это вымышленный герой из российской глубинки. После аннексии Крыма в 2014 году Игорь понял, что его такая ситуация не устраивает. Не устраивает происходящее в стране. И на следующий день после аннексии родился Алеша Ступин. Тогда автор уехал жить в Сан-Франциско. Затем опубликовал первую карикатуру. Папа и дядя Сережа празднуют победу над фашистами. Рисунок сразу стал хитом и попал в обзор одной из популярных радиостанций. Игорь решил на этом не останавливаться. За три года у него накопилось около 200 сатирических рисунков. Теперь решил собрать их в одну большую книгу. Украина – это единственное место, наверное, где такие вещи могут быть напечатаны. Потому что в России первый альбом мы делали в полуподпольных условиях. А такие вещи в России сейчас создать невозможно. В одну азбуку Алеша Ступина выпустили в маленьком тираже всего тысячи экземпляров. Приобрести книгу можно на официальном сайте писателя. Стоимость – 100 гривен. Марьям Альхасанали, Евгений Руденко, 7 канал. В Украине начали производство уникальных протезов. Коленные узлы для всей степени мобильности сегодня презентовали в Одессе. Тестировал продукт бывший участник АТО, который лишился правой ноги во время войны на Донбассе. Чем отличаются украинские протезы от зарубежных аналогов и в чем их преимущество, расскажет наша Яна Нестеренко. Вы говорите, вам гораздо удобнее сидеться с этим протезом. Подскажите и покажите. Ну, удобнее, почему? Потому что, когда я покажу сейчас, как сидишь, он вот это, притормаживает. Что не сразу резко. Когда ты надавливаешь свое массовое тело, оно притормаживает, чтобы ты быстро не упал просто на себя. И когда вставать, он откидает, поднимает, ну, как Донкрат, можно сказать, приподнимает, и мне удобнее. Удобнее, потому что у Виктора полностью не работает правое бедро. А благодаря этому протезу он чувствует себя увереннее и может свободно передвигаться. Молодой человек потерял ногу еще в 2015 году, когда служил в АТО. После 27 операций, конечно, пришлось ампутировать. На нем удобно гулять в боулинг и танцевать. Я уже на нем танцую, передвигаюсь в метро, веду очень активный образ жизни. Некоторые просто сейчас, когда видят меня и не знают, что у меня протезы, все говорят, а где же вы, скажете, человек с инвалидностью, который на вашем протезе ходит? Я говорю, вообще-то, как? Практически все комплектующие таких протезов делают в Украине. Они значительно уступают по цене зарубежным аналогам, при этом более мобильны и имеют ряд преимуществ. Например, украинский продукт легче дорогостоящего британского протеза практически в два раза. А сама разработка нового узла позволяет государству закупать протезы высокого класса практически для всех нуждающихся. Украинцы сами не верят, что можно в Украине делать классные вещи. Вот, все. Это последняя преграда. Есть каркас, на котором ходит ампутант. И практически все, кроме стоп, мы уже сами делаем. Виктор Кардаш стал первым, на ком был опробован украинский протез. Он отказался от британского аналога в пользу нашего, отечественного. И уже совсем скоро сам будет изготавливать новые аппараты для людей с различными видами инвалидности. Хочу научиться ставить протезы рук, не только нижних кинцов, чтобы помогать бойцам. И не только бойцам, и люди, которые не только потеряли на войне, или какие-то болезни. Также люди, чтобы их удосконалить, чтобы они не просто надели протез и просто передвинули, чтобы они надели и пошли. Также изготовление таких протезов поможет стимулировать собственного производителя. Ведь, по мнению иностранных экспертов, украинский продукт ничем не хуже зарубежного. Яна Нестеренко, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Полицейские и общественники вышли на улицы города в совместный рейд. Искали тех, кто паркуется не по правилам и перекрывает съезды для колясочников. Нарушителей искала и наша Кристина Немченко. На улице минус семь, но это не помешало людям с инвалидностью выйти на совместный рейд с патрульной полицией. Начинаем с улицы Греческой. И вот первый нарушитель. Красная иномарка стоит в неположенном месте. Здесь имеют право парковаться водители с ограниченными физическими возможностями. Автомобиль забирают на эвакуаторе. А вот и хозяин «Шевроле». Своей вины мужчина не признает. Много пустых мест. Заплачу штраф. Выпишу штраф. Заплачу штраф. Все. Забирать свое авто мужчина уже будет на штрафплощадке. Но перед этим ему придется отдать 800 гривен за услуги эвакуатора. А за каждые сутки простоя машины на штрафплощадке водитель заплатит 150 гривен. А вот еще один любитель перекрыть съезды на тротуаре. Вот так вот. И как мне перейти на другую сторону? То есть есть спуск. Абсолютный игнор всех правил. Этому внедорожнику тоже заказан эвакуатор. А мы двигаемся дальше. На углу Греческой и Красного переулка очередной автохам повторяет ошибки предыдущих. Припарковался на съезде. Почему к нему подошла полиция, понял не сразу. Я тут стою уже час. Это я не знаю. Пусть мужчина подъедет, если это я. И мы там грубим. Документов у мужчины с собой не оказалось. Где, пожалуйста, документы? Нужно я отъеду, чтобы нормально человек проехал? А как вы без документов будете отъезжать? Вот я поставлю. Нет, вы туда. Горе водителю выписывают штраф. Человек, припарковавшись на таком съезде, он нарушает мои конституционные права на свободу передвижения. То есть я должен искать, где мне запрыгнуть на бордюр или мне нарушать, опять же, правила дорожного движения, передвигаться по проезжей части. Миссия таких редов пробудит сознание автовладельцев. Главное не оштрафовать или эвакуировать, а предупредить водителей, чтобы впредь они парковались только по правилам дорожного движения. Водители это абсолютно игнорируют и ставят свои автомобили, забывая о уважении к тем людям, которым необходима и забота, и внимания. Мы уже работаем вторую неделю и продолжим эту работу для того, чтобы напомнить, воспитать и обучить одесситов правилам дорожного движения и, конечно же, уважению. Совместный рейд с патрульными окончено. Около десяти нерадивых водителей автомобилей были оштрафованы, а одна машина уехала на эвакуаторе. Мы прошлись только по центру города, но на этом рейд с патрульными не заканчивается. Кристина Немченко, Алексей Пережилин, 7 канал. На побережье Лузановки появились белые лебеди. Птицы, которым из-за холодов трудно найти пропитание, благородно принимают еду практически из рук. Уголок живой природы, рядом с оживленной автотрассой и жилыми домами, видела наша Юлия Федорова. Зимняя набережная. Время кормить птиц и любоваться обледеневшим морем. Вода застывает причудливыми узорами. Чайки бродят по льду и собираются группами у открытых участков воды. А рядом с ними – белые лебеди. И начали хлопать в ладоши, и чайки все улетели, и он остался один. И так мы его покормили. Такие довольные. Дикие птицы питаются тем, что приносят местные жители. Самые смелые подплывают ближе к берегу и принимают еду почти из рук. Они, очевидно, молодые, потому что не все белые, а с такой окраской еще желтоватой. Они, очевидно, молодые, по моим понятиям. По словам местных жителей, лебедей здесь они раньше никогда не встречали. Я вот хожу много лет, но я первый раз это вижу. И у детей, и у взрослых, оказавшихся на пляже, величественные птицы вызывают одинаковый восторг. Сегодня лебедь – это вообще впервые восторг такой. Да, нам говорили люди, которые приезжают отдыхать в Одессу, правда, что в Лозановке лебедя мы не видели ни разу. Сегодня первый раз. На фоне птичьих стаи разворачивается живописная картина. Обледеневшие пирсы и волнорезы напоминают айсберги. Лучшее место для фотосессии трудно придумать. Я даже не знаю, какое море больше нравится. Летнее, в знойную жару меньше, чем вот такое, честно скажу. Лучи падают на море, очень красиво так. Горизонт, корабли ходят, красиво очень, да. Первый раз такое вижу красоту. Очень такое бодраживающее ощущение. Как будто там какая-то такая вселенная находится. Хочется так вот плыть, плыть, идти, побежать по льду. Насладиться таким зимним антуражем на Одесском побережье можно будет недолго. Уже на выходные синоптики обещают потепление. А значит, обледеневшее море начнет таять. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал. Впервые в Одессе по инициативе Всемирного клуба одесситов с этого года в городе будет проходить культурный конкурс «Человек и события года». Принимать в нем участие могут все, как одесситы, так и жители других городов или стран. Победителя выбирает президентский совет Всемирного клуба одесситов. Каждый год в городе происходит очень много событий. И очень многие люди себя проявляют. Но год кончается, как-то это забывается, новые приходят события. Мы решили в конце каждого года попытаться для себя сформулировать, что было наиболее важным и какой из людей был наиболее интересен, как нам представляется. В этом году «Человеком года» стал музыкант Юрий Кузнецов. Он ушел из жизни в мае 2016-го. Главным событием отметили фестиваль «Золотые скрипки» Одессы. Церемония награждения победителей пройдет в середине марта. Тогда одесский писатель, сатирик Михаил Жванецкий вручит им памятные дипломы и знаки. Два года без Андрея Кузьменко. В Одессе вспоминали лидера группы «Скрябин». Вечер памяти прошел у мемориальной стены знаменитого артиста. На мероприятие пришли около сотни людей. Среди них было много музыкантов и не только из нашего города. Начался вечер с минуты молчания в память о погибших военных под Афдеевкой. После чего прозвучало несколько песен Андрея Кузьменко. Нам всем дуже сумно, что такой люди не стало, але в одночас мы счастливі, що він був. І він залишається з нами. Несмотря на то, що його не стало з нами два года назад, но мне кажется, що вот пока живі його песні, пока є люди, які їх перепівають і з теплом в душе вспомінають, це прекрасно і він живе з нами, продовжується з'явити. Ось такі ми увидели этот день наші корреспонденти. Следити за новостями седьмого канала всегда можна на официальном сайте, в твіттері і в соціальних сетях. А якщо ви стали очевидцем інтересного события, званіте нам в редакцію телефон 726-3226. Оставайтесь з нами, ведь це наш город і ваш седьмой телеканал.